Привет! Меня зовут Николай и один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей. То есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи из интересной книги». Сегодня у нас в гостях вместе с Кабернес Авеньон 2018, украинским Кабернес Авеньон 2018 года, наш старый знакомый «Человек неоднозначной судьбы» Роберт Киасаки. И его достаточно новая, сравнительно новая работа 2019 года, книга «Фейк. Как ложь делает бедных». И средний класс еще беднее. На биографии Киасаки отдельно останавливаться не будем. Если кому интересно, ее можно почитать у нас на блоге по ссылке в описании под этим роликом. Или если обратить внимание на правый верхний угол этого видео, прямо сейчас она появится. Мировую известность ему принесла книга «Богатый папа, бедный папа», после которой читатели по всему миру стали строить квадранты денежного потока, учиться отделять активы от пассива. И вот новая книга «Фейк» в паре предложений. Кругом обман и заговор мировой закулисы с целью сделать бедных еще беднее. Несмотря на то, что фейки повсюду, самыми опасными являются три из них. Это деньги, учителя и активы. Давайте попробуем в десяти фактах и трех задачах разобраться в основных тезисах, которые хотел донести Роберт своим читателям. Ну, во-первых, да, фейки везде. Киасаки утверждает, что умение отличить реальность от фейка — это одна из ключевых способностей успешного человека 21 века. Ведь дезинформация везде сегодня не редкость. Встречи с так называемыми глубокими фейками — это технологиями, предоставляющими какими-либо техническими средствами для создания фейковых видео с использованием реальных изображений и голосов реальных людей. Это можно пока расценивать как фан, а можно как угрозу, потому что в тот момент, когда вы реально не сможете отличить, было ли событие в реальности или только в цифровой копии, и наступит вот это вот время повсеместного глубокого фейка. Три кита, на которых держатся фейки. Ну, значит, можно отметить, что книга эта посвящена трем важным темам — это фейковым деньгам, фейковым учителям и фейковым активам. Фейковые деньги, они делают богатых людей еще богаче, а бедных беднее. Нельзя быть уверенным, что такие ценности выживут, говорит нам Киасаки в своей книге «Фейк». Фейковые учителя не делают того, чему учат, сами не делают, и, соответственно, эти знания, они такие все поверхностные и наносные. Важно получать знания у настоящих учителей. Ну и фейковые активы — это пенсионные накопительные системы, это дома, недвижимость, в которую мы вкладываем деньги, и остальное, что отбирает фактические деньги из кошельков людей. Ну и Киасаки. Не был бы Киасаки, если бы не коснулся своей любимой темы. Это весомая разница между активами и пассивами. Если вы читали «Богатого папу, бедного папу», то уже знакомы с любимым утверждением Киасаки о том, что активы — это то, что направляет деньги в карман, а пассивы — то, что отбирает. Многие люди, например, уверены, что дом — это актив, а Киасаки убежден, что этот актив фейковый. Еще страшнее, говорит нам Роберт, когда фейковые активы базируются на фейковых деньгах. Что же это такое? Тут необходим небольшой исторический экскурс. До Второй мировой войны экономики мира были построены на так называемой системе золотого стандарта, при которой гарантировалось, что каждая выпущенная денежная единица может по первому требованию обменяться на соответствующее количество золота. То есть была подтверждена каким-то количеством золота. После войны началось реформирование этой системы. Сначала Бриттон-Вудская конференция, и после нее, собственно, эта система и получила это название Бриттон-Вудская финансовая система, а затем Ямайская валютная система. В 1971 году президент США отменяет золотое обеспечение доллара. И с этого самого времени, с 1971 года, по мнению Киасаки, доллар становится фейковой валютой. На сегодня большинство людей знакомы только с фейковыми деньгами. Но при этом Киасаки говорит, что существуют и не фейковые деньги. А это какие? Вот такие три типа, значит, он выделяет. Это пятый факт из книги. Ну, Киасаки говорит, опасно думать, будто бы экономя деньги, вы сможете разбогатеть. Важно уметь отличать типы денег, которые сегодня существуют. Это божьи деньги золота и серебро, это те деньги, которые существовали до появления человечества, просуществуют, когда все вымрут, и разные цивилизации начинали с этого все время для золота или серебра, и постепенно там приходили к каким-то бумажным или чеканным деньгам. Правительственные деньги это евро, песо, доллары. Те деньги, которые, по мнению Роберта, совсем не заслуживают доверия. Ну и народные. Это, возможно, биткоин, эфириум и прочие криптовалюты. Их цена нестабильна, но они надежнее, чем правительственные деньги, опять же, по мнению Роберта Кийосаки. Мало вероятности того, что бумажные, то есть правительственные деньги выживут в долгосрочной перспективе. И это автор несколько раз подчеркивает и говорит, что он как бы на это особо, на их выживаемость особо не рассчитывает. Кроме денег, Кийосаки еще отдельно рассуждает на тему, почему люди стали меньше доверять стартапам в рамках существующей модели экономики. Он говорит, что, ну там он отвечает на вопрос читателя, говорит, что люди не доверяют стартапам, потому что хорошие идеи стоят дешево. И только немногие люди знают, как превратить идею в миллион. Он, ну вот прямая его речь, он говорит, что цена идеям пятак задюжена. У миллионов людей есть идеи на миллион долларов, касающиеся новых продуктов или видов бизнеса, но лишь немногие знают, как превратить идею на миллион долларов в реальный миллион. Ну поэтому, по его мнению, люди все меньше доверяют стартапам, потому что там очень часто за идеей ничего нет. Я, собственно, этот факт вынес шестым в десять основных фактов, потому что в последнее время очень часто встречаю людей, которые живут в парадигме придуманных ими идей и уже заработанной на этой идее миллионе долларов и невозможности с кем-либо поделиться этой идеей, не дай бог рассказать, украдут. И вот мне бы хотелось, чтобы я мог иметь возможность отсылать к этой книге человека и к шестому факту, если вдруг он думает, что его идея какая-то уникальная и чего-то стоит. На самом деле, ну, в куче литературы об этом говорится, и Киосаки вот еще раз это подтверждает. Идея сейчас не стоит практически ничего, важна команда и важна реализация этой самой идеи, как вы ее реализуете. При этом не становитесь элитой и помните, что элита вредна, потому что по Киосаки в рамках книги фейк она обогащается, но при этом не способствует росту экономики. Если совершает ошибку, то за эту ошибку элиты, ну, элиты как правительство условного, политиков, которые принимают решения, то расплачивается весь народ за нее. И поэтому вся ответственность возлагается потом финально в измеряемых каких-то денежных вещах на бедные семьи, а богатые остаются богатыми. Вот именно по этой причине он говорит, что не стоит доверять правительственным деньгам. А почему же стоит доверять деньгам, как он их называет божьим? Ну, то есть он говорит, что я сам храню дома божьи деньги, это золото, серебро, и при этом его цель это не извлечение прибыли или удачный вклад. Его понимание золото и серебро на сегодняшний день уже становятся не инвестицией, а какой-то страховкой, что когда все пойдет немножечко не так с основными деньгами, которые сейчас максимально распространены везде, с теми деньгами, которые он называет правительственными, то вот золото и серебро как раз будет той страховкой, которая поможет ему выжить. При этом он говорит, что цена золота и серебра, она, конечно, зависит от роста фейковых денег, но при этом нет риска в том, чтобы их покупать. То есть если вдруг с фейковыми деньгами что-то случится, золото и серебро все равно останутся мерилом каким-то для взаиморасчетов между людьми. Говорит он в книге о разнице между, разнице в мышлении между богатыми и бедными людьми. Это снова такой отсыл к бедному папе, который старался избегать ошибок и жить правильно, а вот в то же время богатый папа объяснял ему, что стоит учиться на собственных ошибках и только из ошибок рождается бесценный опыт. Если ты не ошибаешься, ты не приобретаешь опыт. Действительно, в процессе опыта ты можешь осознать и принять что-то очень важное для себя. Ну и десятый факт. Пенсия. Фейковый актив. Он снова говорит о том, что все, ну в общем красной нитью сквозь всю книгу проходит мысль о том, что все инициативы, связанные с деньгами, с правительством, с политиками, с тем, к чему мы привыкли, это так или иначе процедура оболванивания и отбирания последнего. И вот если вы думаете, надеетесь на пенсию и на пенсионную программу как способ получить обеспеченную старость, то по его мнению, по мнению Роберта, знайте, что это все, что вы позволяете, это стать элите еще богаче. Потому что вкладываясь сейчас в пенсионную программу на уже реальной пенсии, человек испытывает обычно недостаток средств. Поэтому он говорит, что доверяйте, пока вы молодые, доверяйте божьим деньгам, а пенсионная программа это не что иное, как возможность получить фейковый актив, который только выжимает деньги из человека. Вот такие быстрые 10 фактов из книги фейк Роберта Киосаки. Ну, надо сказать, что я не особый поклонник и сторонник его трудов, но тем не менее было интересно посмотреть, что спустя большой промежуток времени выпустил мастер. Вот. Три задачи. Обычно записываю их в букнот. Блокнот для осознавания. Давненько я вам про это ничего не рассказывал. Можете у нас на сайте его поискать. Это такой блокнот, который позволяет не только читать нонфикшен и всякую интересную там деловую бизнес-литературу по развитию личности и психологическую какую-нибудь, но и из этой литературы выжимать максимум полезного и интересного благодаря его структуре. Вы читаете книгу, сначала выписываете на странице букнота какие-то, факты, которые вам показались интересными, а потом на основе фактов формируете три задачи из каждой книги, которые вы должны пойти и сделать для того, чтобы стать чуточку лучше. И тогда каждая книга будет приносить вам максимум пользы. Если у вас нет букнота, то вы можете делать это в обычных заметках, тетради, но делайте это, пожалуйста, для того, чтобы книги были полезными. А если он у вас есть, то кроме фактов и задач вы еще можете на каждой странице изучать советы по скорочтению. Ну и он в таком теплом чехле, весь из себя симпатичный. Как по мне, для любителя чтения, то это очень неплохой подарок. Так вот, три задачи, которые я записал себе после того, как прочитал фейк. Это первое, психануть и инвестировать 10% дохода в божьи инородные деньги. Это, конечно, очень интересная история, когда на одной стороне весов архаичное золото, а на другой самый мейнстримовый биткоин и эфир, какие только могут быть. Второе, помнить о том, что идея, равно как и пенсия, не стоит ничего. Идеи превращать в действие, а пенсию в накопление. Ну и третье, пересмотреть краткое содержание книги «Богатый папа, бедный папа», которая у нас вышла и на канале, и в двух, кстати, видах, в суперкоротком и в таком более-менее продолжительном, и перечитать статью на блоге. Вот, кстати, про него и речь идет. Значит, проект «Читай быстро», буква.инфо, у нас есть блог, буква.инфо слэш блог, есть канал, на котором вы сейчас находитесь, я незамедлительно вас заклинаю подписаться на него и нажать на колокольчик. Можете проверять свою скорость чтения на буква.инфо слэш рапид, это абсолютно бесплатно и быстро, и можно получить сертификат. Блокнот для осознанного чтения, рабочие тетради, всякие конспекты, статьи по софтскиллам, по тайм-менеджменту, по развитию мягких навыков. Это все у нас на блоге, ну и в инстаграме буква.инфо. Немножечко интересных, полезных фоток, иногда короткие обзоры книг. Так, все, увидимся через неделю, читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня, пока.